И они думали, что раз они по плоти святой, то они наследники по обетованию. А Христос говорил им, что многие от востока и запад придут и возлягут во Царствие Божие с Авраамом и Сааком Яковом. А многие от вас будут изгнаны во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубом. Это было для них переворотом в сознании и очень обидно было. Скажу вам и сегодня, братья и сестры, что мы надеемся возлечь на трапезе Божией и вкусить хлеба в Царстве Небесном, образно говоря, с отцом Иоанном Шанхайским, Силуаном Афонским, Александром Невским, Иовом Почаевским, Сергеем Тихоном, Серафимом Александром Поптинскими старцами, Матроной, Петром Февронии, Митрофаном и так далее. Так вот, постарайтесь превратить свою жизнь в тренировку. Гляньте на спортсменов. Потеют сердечные всю жизнь ради того, чтобы им дали медальку. Посмотрите на бизнесменов. Спят мало, едят много, блудят только много еще. А так мотаются по всему миру, значит, чтобы деньгу заработать. Нет ни покоя, ни радости, только бы деньги. Ну, как окрабы купленные. Гляньте на святых. Ни сна, ни покоя, чтобы в рай войти. Упражняйтесь и тренируйтесь, чтобы зайти в рай, чтобы не было позора такого мне и вам. Чтобы мы увидели Митрофана Ивана, Сергия Иова, а вас изгоним их вон. Потому что евреи сказали, и мы так говорим. Мы семья Авраамова, по обетованию наследники. У нас эти святые, эти святые, эти святые. Неужели мы погибнем? Все может быть, дорогие христиане. Поэтому переварите сегодня эту обильную пищу, преподанную вам. Как много у нас на небесах помощников. Как многих из них мы вообще не знаем. Как многие из них праздновали на небесах, живут, потому что их с земли не зовут. Уперлись в Николая, все зовут Николая на помощь. Да там 800 только в одной книжке написанных святых. А из них 80% нам неизвестны. Узнавать, просить, молиться, трудиться, любить родину свою, духовную родину свою. Любить эту землю, в которой святых закопали. Которая кровью мучеников политая. Это задача наша. Праздник любой это вопрос. Это суд для человека. Кто ты? Что ты? Зачем ты? Ты хочешь только хвалиться? Или ты хочешь трудиться? Надо трудиться. Слушайте, трудиться нужно больше, чем отдыхать. Жизнь не дана человеку для наслаждений. Для труда и благословений, потом уже для наслаждения в будущем веке. В общем, гляньте на эту семью огромную, из которой только маленькая часть нашим глазам открыта. И наберитесь желания быть на них похожими. Подражайте, говорит, мне, как я Христу, Павел говорит. Найдите себе пример для подражания. Вдовица пусть и вдовицу найдет. Одинокая или монашка пусть и монашку найдет святую для подражания. Священник, священник, архиерея, архиерея, купец, купца, малыш, малыша, многодетную, многодетную, битый, битого, богатый, богатого. Там все есть. Найди себе для подражания святых и подражайте им, пока не поздно. Когда суд Божий придет, нужно быть к нему готовым. Слышали, что в Откровении пишут? То, что мы читаем последние месяцы на крестных ходах. Помогай вам Бог. Христос воскресе! Воистину воскресе!